Привет, я Энни Мэджик, со мной тут мои пёсели Миша, Софи, Юмичу и вот там вот в Кустохейвен вы вряд ли его видите Сейчас ещё найдём киску Алиску Голос! Голос! Молодец! Юми, ну чё ты, блин? Обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые новые ролики Ветер из нашей жизни и проверяйте, включены ли у вас уведомления, а то сейчас с Ютубом какие-то проблемы, многие пишут, что им просто не приходит уведомление про ролики Ну и, конечно же, мы все будем очень рады вашим лайкам и комментариям, особенно вопросам и предложениям, что снимать, про что вам интересно узнать, потому что я сейчас немножко растерялась Юми, ну вот обязательно это делать, здесь у вас же есть вот там вот специальный туалет-место, ну что ж такое-то Я решила сегодня вам показать нашу стеклянную комнату, которую мы наконец-то достроили Но до этого какие у нас ещё изменения? Построили ступеньки вот такие вот между вот этими плитами, ведущими к дому, кое-какие посадки И, наконец-то, полностью за это лето мы отделали, сделали внешнюю отделку дома Здесь тоже сделали ступени, ещё не закончили, здесь везде будет плитка Дом мы решили отделать искусственным камнем, хотя изначально планировали штукатурить полностью Он, кстати, покрыт специальной водонепроницаемой такой смесью, чтобы водоотталкивающий, чтобы воду отталкивало Это вот такой вот искусственный белый камешек, потому что это надолго, на века, потому что мы узнали, что штукатурку придётся всё равно постоянно поддерживать в хорошем состоянии Через несколько лет придётся где-то подкрашивать, подштукатуривать заново, а это всё-таки надолго Кстати, внизу чуть-чуть по-другому сделано, другой цвет камня И вот здесь вот над моей дверью, над моим входом уже висит фонарик Не знаю, видно ли вам, какой он формы Он уже работает, здесь можно включить свет прямо изнутри дома Вот там фонарик, и тут тоже есть фонарик, каждый из них освещает определённую территорию, отвечает за свою часть Между плитами, видите, оставлены такие кусочки земли, потому что в них будут посажены растения Ребята уже пищат, хотят домой Сейчас, ну я быстро, подогодите секунду Вот она, наша стеклянная комната Она практически вся из окон, мы сейчас зайдём внутрь, я покажу, что внутри В прошлый раз вы видели только колонну, она ещё не была доделана, а сейчас уже всё Вставили окна, её отштукатурили Колонны этой комнаты, они отштукатурены, они отделаны так же, как и весь дом Видите, здесь тоже у нас фонарик Этот фонарик освещает вот эту часть Это такие же фонарики, как над моей студией висят Здесь вот ещё один по поводу фонариков Едем домой, купили фонарики Кстати, в нашей машинке РАВ-4 Спортивные сидения Это именно у Тойоты, у РАВов у всех такие сидения Они кожаные, это очень круто, потому что когда с собаками ездишь, можно убирать потом, легко очень мыть их И самое главное, что они регулируются просто вот во всех вариантах В высоту, в ширину, в длину, ты можешь подстроить, полностью отрегулировать сидение под себя Я вот отрегулировала, мне безумно удобно И за счёт этого, вот эти наши длинные поездки постоянно в Москву или в магазины и обратно домой за город Они даются очень легко, то есть я не устаю вообще, потому что именно удобно сидеть за рулём Кстати, по поводу руля, он тоже кожаный И мне нравится, что здесь на руле очень много кнопок управления, самых разных для всего И это очень удобно, потому что не нужно отрываться от руля То есть всё вот здесь вот ты пальчиками нажимаешь, и тебе не приходится как-то отвлекаться Вот у нас опять дожди, всю дорогу развезло По поводу дождей, ещё что я заметила, раз уж пока едем, можно рассказать Он автоматически включает дворники, когда чувствует, что начинается хоть капелька дождя, он включает дворники То же самое происходит с фарами Если мы едем по темноте ночью, и он включает дальний свет сразу, то есть ты видишь далеко И если едет навстречу какая-нибудь машина, он его отключает, чтобы не мешать водителю другому, да, не светить ему этими сильными фарами А потом, как только машина проезжает, он снова включает дальний свет Ещё я заметила, когда, например, в гараж заезжаем мы, фары становятся ярче, то есть он регулирует яркость освещения фар То есть всё рассчитано на удобство Очень комфортная машина для таких, как я, где всё работает само по себе практически И ты только спокойненько такой, наслаждаясь поездочкой, едешь Так, всё, мы подъезжаем к нашему домику Короче, как только приехали домой, я открыла дверь, я сразу вспомнила одну фишку У меня в прошлой машине такая проблема была Постоянно пачкались вот здесь вот штаны Я всё время ходила грязная А здесь, когда дверь закрываешь, она как бы вот здесь внизу закрывает этот порожек И за счёт этого он всегда остаётся вот тут вот чистым И когда вылазишь, и даже если задеваешь ногой, то ты не пачкаешься Вот такие фонарики разные мы купили Короче, вот этот вот длинный в сад, вот такой фонарь Я его уже подключила к проводу, чтобы посмотреть, как он светится Чтобы мы вечером могли с фонарём ходить с удлинителем Какой-то мусор тут И примерять вот этот фонарь, куда мы его поставим Они вот такой вот минималистичной очень формы Такие как бы современненькие Это вот эти большие, такие же мы купили маленькие Они точно такие же, только маленькие Скорее на дорожке такие фонарики вдоль дорожек, которые будут Это по приколу мы купили для украшения растений Просто попробовать какие-то такие вот в землю втыкаются Как будто бетонные столбики А ещё купили фонари на главный вход Такие вот металлические, красивые Мне кажется, очень стильненько смотрятся В общем, всё такое, как бы минимум деталей Посмотрим, что получится И ещё много всяких разных покупок для дома В том числе в спальню В общем, если хотите, ставьте лайки И мы расскажем, да? Что происходит, скажите мне? Эйван очень хочет рассказать вам про покупки для дома Смотрите, как он гаврит Пойдёмте, давайте Это окна спальни И вот эту часть мы решили сейчас не заделывать Оставить, возможно, здесь поставить стекло Но пока что оставили её открытой Это такая небольшая верандочка На которую можно выходить И когда вот такой вот дождик идёт Сидеть, отдыхать, смотреть, читать книжку Здесь мы, скорее всего, поставим какой-нибудь диванчик, столик И плюс не хотелось перекрывать вот этот вот свет Который попадает в окна спальни Посмотрите на вот эти подоконники Видите подоконники, которые мы сделали деревянные везде? Киса Алиса бесконечно их пачкает Когда приходится своих ночных этих прогулок Ладно, пошлите скорее зайдём внутрь Давайте, заходите Вот так вот выглядит со стороны наша стеклянная комната О, неужели солнышко вышло? Окна, кстати, 3 метра все в высоту И здесь тоже вот такая вот дверь Которая выходит на улицу То есть она параллельно той А вот тут вот такая вот ванночка Кстати, здесь тоже будет всё обложено Плиткой и ступеньки И сама ванная Как мы называем её лопомойка Тут будет и горячая, и холодная вода проведена сюда Эту штуку мы придумали для того, чтобы мыть лапы собакам Перед тем, как они зайдут в дом Потому что прошлой осенью и весной мы так намучились Летом здесь вообще можно будет мыть собак Ну и опять же, почему там Юмичу, не знаю, видно вам или нет Потому что вся дверь опять в их лапах Ну и опять же, я не оставляю мысль завести большую собаку И поэтому она такая большая, чтобы здесь можно было мыть большого пса А не только маленьких Подмывать, хотела сказать В общем, здесь тоже ещё одна дверь И вот эта дверь ведёт в саму нашу стеклянную комнату Но не совсем в неё, потому что вот тут вот у нас планируется тоже ещё одна дверь Только деревянная Когда собаки вот в такую погоду заходят в дом, а это большая часть года получилось То есть весь дом в грязи И нужно иметь какое-то место, где их мы будем сушить до того, как запустить И они будут сохнуть уже вот в этом вот помещении и потом заходить в дом Здесь тоже сделано, кстати, окошко такое большое очень И тут подоконничек, на который можно будет цветочки поставить А наша, получается, постирочная, если вы её помните И окно в ней, оно оказалось уже вот здесь, в комнате Она очень большая Практически вся состоит из стекла Мы очень старались И также у нас вот здесь вот на потолке тоже окна Их шесть штук Они достаточно большие В них ночью видно звёзды, а днём небо и солнышко Я не знаю, видно ли вам, но я сейчас вижу в окна, как там проплывают облака И сразу встаёт вопрос, как же вы будете мыть эти окна Да, мы знали, мы готовы были к тому, что их будет невозможно толком открыть Потому что они очень высоко До них достать можно только с лестницы Но хотелось, чтобы это пространство было очень-очень светлым Чтобы оно практически было стеклянным Опять разгрызли мяч Как мыть все эти окна? И, если честно, у меня у самого нет ответа на этот вопрос Я подумывала либо купить этот робот-мойщик-пылесос Да иди, так говорят, отстаньте со своим туннелем, блин Ходят такие по доскам нормально Господи, покемон У нас тут будет бильярдный стол стоять, который занял пол моей студии А также будут диваны, кресла, какой-нибудь столик ещё И много-много-много растений Возможно, здесь будет какая-то мастерская Конечно же, я всегда жду ваших идей, ваших предложений Потому что я их всегда читаю, всегда задумываюсь над ними И что-то даже воплощаю По площади, блин, ребят, если честно, я не буду врать Я уже забыла, я ошибусь Около 60, что ли, квадратных метров Но могу ошибаться А ещё то, чем я очень горжусь Большие очень подоконники Мы их покрасили недавно На них можно сидеть Я безумно хотела такие большие подоконники На которых можно залезть, вот так вот лечь Я даже не достаю Юми, иди сюда Иди сюда, мой покемон Короче, можно реально лечь Вот здесь подушечку постелить Можно даже спать, мне кажется На этом подоконнике Посмотрите Что вы беситесь, а? Видели, как покемон полетела? Юми, не трогай её, она спать хочет А ещё смотрите, сколько мух Очень много, к сожалению, у нас летом мух Я не знаю, как с ними бороться Здесь будет выключатель, который включает вот эти две лампочки Вот эта лампочка включается из дома То есть вот здесь есть выключатель Также эти двери могут быть полностью открыты Здесь она открывается И получается такое вот пространство туда А ещё вот тут вот есть выключатель Для вот той наружной лампочки И также есть выключатель Ещё один вот там внутри, за той дверью Чтобы включать этот свет На этом выключателе будет как раз Выключатели Выключатели, выключатели, выключатели Выключатели для освещения на улице Это потом, когда мы доделаем, я покажу Короче, вот эти все мелочи Всегда нужно продумывать, когда ты строишь дом И иногда кажется, что это практически нереально Продумать абсолютно всё Поэтому, конечно же, сталкиваешься с моментами, что типа Блин, надо было сделать по-другому Но это жизнь, это стройка И вообще задавайте свои вопросы Потому что я всегда растериваюсь Я растериваюсь, как говорится Не знаю, как вам рассказать Подробнее вам интересно Или наоборот по-быстрому показать Я стараюсь всегда быстро, но многие просят наоборот подробно Почему не получилось полностью сделать только стеклянное? То есть всё равно у нас здесь есть колонны Вот здесь тоже, видите, хотелось бы, чтобы это пространство было полностью стеклянным И вот там вот эта крыша Но всё равно пришлось делать такие перегородки Ну, у нас в России такой климат Очень холодно зимой И, во-первых, должно быть тепло А, во-вторых, гигантские окна могут просто не выдерживать нагрузки Хотя они и так большие Видно ли вам, что я даже не дотянусь дотуда рукой? И у меня вставал вопрос Ну, в магазинах же делают такие большие окна В ресторанах ещё где-то Но нам сказали, что в нашем районе, как бы, фирма, которая делает вот эти все окна Они могут сделать, но уже без гарантии То есть если оно лопнет при первой какой-то нагрузке Или зимой, или ещё когда-нибудь И развалится нафиг То это будут ваши, как бы, ваши проблемы Поэтому мы согласились на такие окна, на которые они могут дать гарантию По поводу отопления У нас здесь сделаны батареи Вот здесь центральная батарея основная И вот там под окнами, везде, под каждым окном Тоже такая длинная, узкая батарея Кондиционер, как я чувствую, нужно будет обязательно здесь делать Потому что, когда очень тепло Из-за того, что комната вся прозрачная Она быстро нагревается И получается такой тепличный эффект Здесь очень жарко И нужно будет летом что-то придумывать Либо постоянно проветривать Но, как вы понимаете, проветривать не так просто Ну, открывать двери А если открываешь двери, летят мухи И такой вот замкнутый круг Постоянный, и комары в том числе Тут будет деревянный пол Это вот доски как раз для деревянного пола Если вы смотрели ролики Вы видели, что у нас везде в доме пол плитка А здесь всё-таки будет деревянный Чтобы ножкам было приятненько по нему ходить Вот они досочки, их скоро положат И пол здесь полностью сделан тёплый То есть, внутри уже заложены все системы Вода, которая там бегает И здесь будет тёплый пол можно сделать Господи, включить, в смысле? Да? Покемон Покемон Тёплый пол будет Короче, здесь будет очень тепло зимой Кстати, потолок тут тоже деревянный То есть, она вся такая экологичная будет Стены уже покрашены Если незаметно Это такой же цвет, которым покрашена остальная светлая часть дома В такой какой-то серовато-синеватый В общем, не знаю, как видно на камере Но это можно понять по розеткам Розетки именно белые Всё, идите погуляйте Идите побегайте Солнышко вышло Жиры порастрясайте Скоро зима, вы ещё дома Насидитесь, а? Ждём ваших комментариев Ваших лайкосиков Подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны Чтобы не пропускать новые видео И переходите по ссылкам на новые ролики Бука На других каналах Ну что же это за существо такое, а? Силучка Редактор субтитров